СТО ПРОЦЕНТОВ УТРО НА СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ 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 БОЛОСИТ comunque СТО ПРОЦЕНТОВ СТО ПРО parent СТО ПРОЦЕНТОВ СТО ПРОЦЕНТОВ бросаешь мягкие игрушки в телевизор. Как это происходит? Ну, что касается игр кругового турнира, мне не все игры удалось посмотреть, но за результатами я всегда следила, очень переживала, знала, что у нас команда очень сильная, команда уже с определенными титулами, чемпионы мира 2016 года. И очень велики были их шансы на медаль олимпийскую в этот раз. Ты как смотришь, переживаешь? Ты видишь там, как камни стоят, ты думаешь, да, вот надо вот так вот бить? Или свип, кричите. Ну, в принципе, у ребят очень хорошая тактика и стратегия игры, они уже такие опытные, и с их решениями я с большинством согласна, да, они очень правильно и грамотно рассуждают и ведут игру. Вот, переживала я, наверное, больше как болельщик, да, потому что для меня этот вид спорта, он родной, да, я очень радуюсь всегда всем успехам и переживаю за какие-то проигрыши. Полуфинал был очень волнительный, я волновалась, как будто я была тоже на площадке. И мы вели в счете, и казалось, вот-вот. Как мы волновались, да, все. Да, и вроде казалось, что все складывается в нашу сторону. Переломили ситуацию, да, переломили. И догнали, и показали, что игра их, наших ребят, Саша и Настя, поменялась, и что были уверены, они стали играть и исполнять лучше. Очень было обидно, очень досадно, но самое главное для них было в тот момент не сломаться, и вот дожать вот эту, конечно, бронзовую, игру за бронзу. Ну а что случилось-то с этим последним броском? Рука дрогнула? Ведь таких тромков не бывает. Я думаю, что это нервы, потому что такой бросок Саша сделал много раз. Бросок действительно несложный. Устал, устал. Я думаю, что это нервы. Просто Олимпиада это особое соревнование, и прекрасно об этом понимаешь, и забыть про это невозможно. Вот, эмоции, ответственность, я думаю, что нервы сказали. Отдельный даже вид спорта, мы вот так говорим в нашем эфире, Олимпиада. Людмила Прививкова в гостях у нас сегодня. Говорим о Керлинге, двукратный чемпион Европы, и, конечно, наши поздравления еще раз летят в Южную Корею, где Саша и Настя празднуют бронзовую победу в матче за третье место. Сегодня с утра пораньше обыграли сборную Норвегии. Дабл-микс, новая дисциплина для Олимпиады. Какие отличия от командных выступлений? В чем, прежде всего, вот на твой взгляд? Отличие в том, что гораздо меньше бросков они кидают. Если в классическом командном керлинге 8 бросков есть у команды, то здесь их всего 5, и один камень у команды стоит уже стационарный. А нюансы, нюансы, то есть ответственность больше на каждого члена команды. И вот я не договорилась, и здесь тем, что бросков меньше, то есть если получается какая-то ошибка, то она более становится такой существенной. Цена каждого броска выше, да, получается? Да, исправить ее сложнее. То есть уже времени может не хватить. То, что мы посмотрели сейчас, многие ведь у нас по-прежнему влюбляются в керлинг, или вновь, или впервые оценив этот вид спорта, когда у нас большие турниры, Олимпиада, мы думаем, блин, какие же классные виды спорта, раз в 4 года обращаясь к ним. И вот сейчас оценили телевизионный показ, в том числе, то, что на Олимпиаде показывают сейчас керлинг, дабл-микс, соревнования еще перед церемонией открытия стартовали еще там 8 число, да, уже вот несколько дней мы все переживали за Сашу и Настю, и оценили, как они общаются между собой. Вот диалоги, диалоги, реплики, да. Все понятно. Это интересно, вот, смотря зрителям, да, все? Вы знаете, это интересно, потому что они же обсуждают, какой бросок они будут выполнять. А давай вот так, между собой, да. Почему они будут его выполнять, да. То есть они обсуждают, в то же время объясняя, и зрители, которые смотрят, они учатся и разбираются в правилах игры тем самым. У вас в команде так же все происходило, происходит, то есть вот эмоционально, насколько все это совпадает? Да, конечно, коммуникация в керлинге очень важна. Да, можно собрать там величайших спортсменов, да, самых лучших со всего мира, но если это будет несыгранный состав, и они не будут друг друга понимать и друг другом взаимодействовать, то игры не получится. Но вдвоем проще договориться, чем когда большая команда. Или капитан, скип, он все-таки вот лидер, и его слово закон. Ну, я думаю, что всегда в команде должен быть лидер, а за которым финальное все-таки окончательное решение. Куда бросать, чего делать, да? Да, чтобы не было разногласий, да, все-таки кто-то должен... А вот то, что они семейная пара, это же как-то добавляет перчинки, может быть? Вы знаете, специалисты керлинга не любят, когда играют семейные пары вместе, и не раз Саша и Настя в интервью говорили, что очень многие сопротивлялись против их дуэта, и не верили в них, и считали, что им это помешает, личные взаимоотношения. Вот, но они доказали, что они умеют с этим справляться, что умеют вовремя оставлять это за пределами площадки, да, наверное. Вот, и они смогли все-таки... Ты знакома с ними? Да. Насколько близко, то есть подруги, друзья? Вы знаете, ну, не очень близко, но мы вместе играли на различных российских соревнованиях. Ну, я тренеру написала. Прям поздравляю! Да, 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 прям с масок, слезы! А ребятам почему они написали? Пока решили не отвлекать их от... Ну, и верятных моментов, да. Перепередать привет через тренера, да, получается? И я знаю, что все наши спортсмены, они отказались на время Олимпиады от социальных сетей, чтобы их это не отвлекало. Не подставляли в том числе еще, да? Да, ну, понимаете, бывают же и любители керлинга, бывают и нелюбители, бывает, кто осуждает, бывает, пишут нехорошее. Зачем надо, чтобы какие-то глупые мысли, да, и высказывания помешали тебе прийти и достигнуть твоей олимпийской мечты, да? Поэтому лучше туда не лезть. Расскажи вот то, что мы не знаем про Куршевницкого и Брызгал. Какие они в быту люди, какие они вообще? Открытые, закрытые, веселые. Они же только год назад занялись, да, в прошлом году. Вы знаете, прежде всего они, я бы сказала, настоящие спортсмены, потому что если они на льду и выступают, то они выкладываются полностью, они делают все возможное. Про Сашу можно сказать, что это вот редчайшая черта, которая есть у спортсмена. Он, когда злится и что-то не получается, он начинает играть гораздо лучше. Такое бывает редко. Как фуркат, как фуркат. Как правило, спортсмены, они, если начинают злиться, и что-то у них не получается, они ломаются, да, и у них так и идет все, как снежная комната. Да, еще какая-то появляется. А вот у него нет, вот у него злость, она направляет его в нужное русло. А кто у них главный в команде? Как тебе кажется? Мне кажется, все-таки Саша. Да-таки Саша. Хотя по разговорам ощущение было, что... А вот мне кажется, что все-таки Анастасия. Нет, нет, да, включает, да, фурсаж, и говорит, Саня, будем делать так. Ну, молодцы, в любом случае, это не важно, кто главный, ощущение, что у них команда. Вы понимаете, там всего два игрока, да, и, конечно, когда совершает броски, и кто-то из них, там, вот Настя, например, делает свои броски, конечно, она выберет тот бросок, который ей удобнее делать, который ей больше хочется сделать, в котором она больше уверена. И это очень важно. Нет, ощущение, что вот у них команда. Они понимают, да, там про семью понятно, но вот понимают, нет склок, нет какой-то ругань, и все по делу. Да, 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 это очень важно, действительно, это так. По ходу стартов это было очень заметно. Еще раз давайте поздравим наших олимпийских призеров, Пхен Чханга, 2018, Крушельницкий, Александр Брызгалова, Настя, мы с вами у нас в гостях, Людмила Прививкова, говорим о керлинге, Люда. С начала, мы там, 90-е, 2000-е, ты как влюбилась во все это дело? Вот первая любовь в керлинг, она где была, как это было? Это было не сразу, присматривалось. Это было абсолютно не сразу. Не сразу? Я когда пришла в керлинг, я вообще про него ничего не знала. Я не знала про такой вид спорта, я не знала вообще зимний он или летний. Вообще ничего про него не знала. Симисезонный, может быть, да, тоже. Причем, что часто в керлинг приходят из фигурного катания, а вы пришли из художественной гимнастики, да? У меня был перерыв, не то, что я прямо сразу из художественной гимнастики пришла. Прямо студентой пришла туда, как бы стоит. У нас просто учитель физкультуры в школе, он такой был очень деятельный человек в районе, и, ну, всячески развивал различные направления, спортивные движения. Ну, блин, но керлинг в России, как! И он был знаком с мужем Ольги Александровны Андриановой, которая в то время открыла... Массадор керлинга в России. Да, открыла спортивную школу в текстильщиках, москвич, вот, и был набор детей. И несколько детей из нашей школы решили пойти попробовать, я в том числе. Когда я первый раз это увидела, меня вообще не вызвало никакого интереса, мне это не понравилось абсолютно. Зачем-то бегают? Ты правила поняла сразу? Нет. Не знаю. Бросайте камни, а там... Нет, я даже, когда мы первые игры пытались играть, я даже не понимала, как считаются очки. Что нужно делать тогда? Да, и первые тренировки были настолько скучными. На всю спортивную школу было 8 камней из разных комплектов, откуда там их достали большим трудом. С ними занимались только старшие, кто уже занимается давно, нам их не давали. Дали очереди, да? Да, просто из колодки, держали равновесие, баланс. В общем, было скучно, неинтересно. Перелом когда случился? Когда начались соревнования. Ага, азарт пошел, да? Да, когда стали играть, когда стало понятно, что, зачем и почему, что надо думать и мыслить, и что все не просто так. А оказывается, это очень интересно. И вот очень многие говорят, что керинг действительно, он затягивает. Слушай, а вот если по странам, где максимально все это было развито, вот сейчас мы там уже как-то развиваемся потихонечку? Мы очень сильно развиваемся, на мой взгляд. Если... Конкуренция основная, это кто? Это Америка, это что? Это вот Скандинавия. Канада. Ну, Америка, да, США, Канада. Керлинг был очень популярен, там очень высокая конкуренция. Там даже чемпионат провинции выиграть не так-то просто. Там в каждом маленьком городке играют. Скандинавия, да, Норвегия, да, вот эти страны. Ну, шведки, двукратные олимпийские чемпионки. А в Швейцарии тоже сильные команды. Германия, наверное, да, тоже там где-то... В Германии нет, не очень. Не очень, не очень. В Великобритании хорошая команда шотландская. У нас, да, знаменитая легендарная школа «Москвич», откуда, в общем-то, многие будущие звезды керлинга пробились. Какие еще вот у нас сейчас центры? В Москве в основном, да? Продолжается? Нет, вы знаете, уже во многих регионах есть керлинг, есть даже спортшколы. Вот не так давно президент Федерации Дмитрий Свящев ездил на Дальний Восток и беседовал по поводу планов и развития керлинга вот в Дальневосточном регионе. В Новосибирске есть, на Урале, в Челябинске есть спортивная школа. Они занимаются в Санкт-Петербурге, несколько ледовых площадок. Вот даже когда ты начинала, да, и сейчас небо и земля, получается, да? Да, абсолютно. Мы начинали, даже специального льда для керлинга не было. Дома играли, да, заливали. На хоккейной площадке оставили борщиками, да, или как? Да, на хоккейной площадке мы приходили после тренировки фигуристов, где были ямы на льду, которые быстренько заделывали снегом. А то и не заделывали снегом. А после нас еще ходили хоккеисты, то есть лед был для керлинга вообще абсолютно неподходящий. А он отличается, да, для керлинга? Да, очень сильно. Он там с пупырышками какой-то, или... Ну, вот эти пупырышки, они называются пэбло, мы их сами делали перед тренировкой, но сам лед, он очень неровный для фигурного катания, для хоккея, да, а в керлинге он должен быть очень ровный, тоненький, его специально заливают, чуть-чуть делают маленькие уклоны, но вот малейший уклон, он сильно влияет на траекторию камня. Круто. Такие тонкости. Скажи, скажи, пожалуйста, вот для тех, кто думает, понятно, что вот такого рода решения, они во многом, кстати, тоже зависят от выступления наших спортсменов на Олимпиаде. Как только кто-то побеждает, мы всей стороной смотрим, сразу пошли дети, да. Вот у нас фигурное катание, фигурное катание, фехтование на Олимпиаде в Рио. Побед было очень много, и мы сразу смотрим там в школах, в дюзше, фехтование, в секциях детишки занимаются. То же самое с керлингом. Вот сейчас я уверен, Саша, Настя, сразу привлекли большое количество детей и смотрят папа-мама. А давайте попробуем. Вот в чем, на твой взгляд, преимущество керлинга? В чем это прям такая вот крутая игра? Ну, действительно, Олимпиада привлекает очень много внимания, даже после предыдущих Олимпиад всегда был очень большой поток детей в спортивной школе керлинга. Что в керлинге здорово, то, что есть и физическая составляющая, кажется, что легко, да, и ничего особо сложного. И думать надо. Но все равно нужна физподготовка. И плюс еще, да, необходимо думать логически. И это очень здорово, и как бы... Командная история, опять же, да? ...ребенка развивает. Плюс это командная, то есть он будет учиться работать в команде, да, в коллективе. Заметношение. Это ему поможет. Плюс дисциплина. Дисциплина, это очень здорово. А расскажи, это же не очень дорогая история, да, получается? Пришел там что-то... Какие-то затраты вообще. Трансовки специальные, да, или что там нужно? Ну, вы знаете, если взрослому человеку играть, да, то нужно, ну, в первое время потратиться, наверное, на экипировку, ботинки, щетка, простите. Вот. Но в то же время он вид спорта командный, и, то есть, если, например, арендовать дорожку, то, скорее всего, будешь не один арендовать, а на команду, на две команды, чтобы сыграть. А это восемь человек, и то есть это получится достаточно доступно. Если ребенка отдавать, то там уже, я думаю, что и как-то правительство города, да, в котором спортшколы есть, помогает. То есть там уже попроще. Спрашивают, приходят вопросы, спасибо большое. В WhatsApp пишите, Людмила Прививкова, на данный момент статус твой в спортивном мире, ты развиваешь керлинг как кто? Как действующая спортсменка еще? Я не выступаю на очень крупных соревнованиях, да, там чемпионат Европы и мира, но я продолжаю выступать на чемпионате России. Второй год я выступаю за команду Краснодарского края. Продолжаешь, в общем, карьеру. Да, продолжаю, у меня очень классная команда. Молодец ты. А цели какие? А чего хочется? Вы знаете, я немножко сменила деятельность, совсем отошла от спорта, ну так сложилось. И, ну, для меня сложно бросить его насовсем. Потому что это большая... А чем ты? Ты ушла в бизнес? Ну, грубо говоря. Ага, то есть перевозим все эти компьютеры из Кореи, да, в Россию? Ну, в то же время я про керлинг не забываю, да, я продолжаю играть. Не отпускает тебя он, да, все-таки? Я видел американца, по-моему, в миксте выступал, он такой, там, уже лет под 60, усатый дядька такой здоровенный играет. То есть, в принципе, возраст в керлинге не особо такое серьезное значение имеет, да? В принципе, да, очень долго можно играть в керлинг и продолжать, но последнее время, как можно заметить, достаточно омолодился, можно так сказать, без спорта. Ну, вот смотрим, да, Брызгалова, Крушевнинский, молодые ребята. Спортсмены стали делать упор на физподготовку. Очень большой, очень много занимаются в зале. А раньше были пузаны? Ну, не прям пузаны, но... Доводилось видеть кого-то, кто уходил, да. Более взрослые поколения раньше играли. Ребятка, мужички, давайте соберемся. Ты всегда была капитаном? Во всех командах? Нет. Нет? Нет. То есть скип, ты не всегда была скипом? Ну, как, начинала я не сразу капитан. Вот в самом-самом начале, да, когда еще все только начиналось. Потом меня тренер Ольга Александровна поставила капитаном в команду, где девочки были старше меня. Мне было жутко неловко и неудобно. Кричать на них. Я даже к ней подходила и говорила, Ольга Александровна, может быть, не надо этого делать. На что мне тренер строго сказал, что это мое решение, я тут буду решать, как мне делать. А девочки как отреагировали? Пришла тут юная. Ну, был такой немножко, конечно, да. Ну, как бы все были подростками, да, каждый хочет выразиться, да, такой возраст, когда каждый хочет доказать, что он самый лучший, он самый крутой, он достойный. Тебе комфортно было быть скипом, то есть командовать, управлять? Мне нравилось, да. Я не боялась брать на себя ответственность. Единственное, в керлинге существует такая фраза, что выигрывает команду, проигрывает скип. Потому что, как правило, скип выполняет последние заключительные броски, от которых... Так в футболе команда побеждает, проигрывает тренер. Решается исход энда и игры. Вот, но здесь, опять же, играет вот та самая сплоченность и взаимодействие в команде, да, когда игроки друг друга поддерживают. И того же скипа, если он вдруг ошибся, да, это очень важно, чтобы двигаться дальше и настраиваться на следующие игры и победы. Вопрос в WhatsApp. Лучший и худший бросок Людмилы Прививковой в керлинге. Когда это было? Где это было? Как это было? Лучший и худший. Что-то подобное, как у Саши вчера. Было, что одним камнем выбило все вообще? И на своей, и на чужой площадке, да. Я думаю, что лучший, наверное, это было в 2006 году на чемпионате Европы. Когда выиграли, да, впервые? В полуфинале мы играли против команды Швейцарии, и у них был камень в центре, который вообще никак нельзя было достать. Все было, у нас было очень много гардов, все было закрыто, перекрыто. Вот, и был один наш камень вот их в центре, и там еще один в начале дома. И был вариант только двойного тейкаута. Оля Жиркова тогда со мной играла в команде на позиции вице-скипа. Вот, она меня тогда поддержала. Сказала, что я уверена, что ты сделаешь, все получится. Вот, и мы этот бросок сделали. И тогда еще в газетах писали, что это бриллиантовый бросок. То есть он все-таки был ключевой в этом чемпионате, несмотря на то, что это была полуфинальная игра, а не финальная. И мы вышли в финал. И мы вышли в финал. И выиграли в первую историю. Да, и гораздо проще у нас сложилась игра с Италией. А вот неприятные какие, где вот ты понимала, что елки-палки, Люда, Люда, что же я тварю? Такие были? Вы знаете, сейчас я уже про какие-то конкретные броски не помню, потому что, ну, не хочу удержать плохие эмоции в голове. Правильно. А так, конечно, это было. Но переживала сильно вот всегда или нет? Да, очень сильно, особенно... Да всегда сильно переживала. Все время нужно было, чтобы пройти в себя, да? Да, сложно было от этого отойти, потому что всегда знала, что подвела не только себя, да, но и своих напарниц по команде, и девочек, и тренеров. Вот, и всегда как бы об этом думала, и оно где-то гложило. Ну, сложно, да, после ошибок, конечно, сложно. Я думаю, что, ну, каждый спортсмен это понимает, и такой период был. Ничего страшного, Людмила Прививкова, двукратная чемпионка Европы, шестой год, двенадцатый год, участница Олимпиад. Если коротко, какая-то жаль осталась все-таки от профессиональной карьеры, что-то не получилось? Ну, Олимпийскую медаль я так и не удовольствую сегодня играть. Все нормально, в любом случае, это девушка, которая... Я очень рада, что в российском керлинге уже есть у нас первая олимпийская медаль. Про девчонок наших, про команду Моисею поговорим чуть позже, у нас вторая часть эфира, не за горами. С вами 100% утро, гостевой час. Людмила Прививкова в гостях, говорим о керлинге и о наших медалистах. Не забываем еще раз Крушельницкому и Брызгаловой наш гип-гип, ура, бронзовые вы наши, мало отчаги. И продолжим совсем скоро. Реклама. В центре притяжения... Первое олимпийское золото на играх в Сочи, он стал серебряным призером с лалами. Далее о валюте, по данным Центробанка. Доллар стоит 58 рублей и одну копейку, евро 71 рубль и 24 копейки. Фил Крушков, все, что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. По данным Александра Боярского, пробки на дорогах Москвы есть в количестве 5 баллов. Движение плотное, МКАД, внешняя сторона от 99-го километра до Астрашковского шоссе. Время проезда 32 минуты, третье кольцо от Хорошевки до Медьковского туннеля. 40 минут передает Александр Боярский, ссылаясь на данные портала Яндекс.Пробки. Сто процентов утро. Кёрлинг, бронза, Олимпиады 2018. Поздравляем наш дуэт. Микс, дабл микс, Крушельницкий и Брызгалова. Санкт-Петербург. Поздравляем с бронзой. У нас в гостях участница двух Олимпиад. Двухкратная чемпионка Европы по кёрлингу Людмила Прививкова. Какие остались от Турина и Ванкувера? Воспоминания. Воспоминания очень хорошие. Олимпиады это особое соревнование. И даже съездить туда и поучаствовать хотя бы раз. Это очень большое достижение для спортсмена. Пока ты туда не съездишь, не осознаешь, как это на самом деле и что это. Вот как это было? Это деревня, это все вместе, это флаг, это Олимпиада. Это было вот именно, а вообще что-то невероятное. Олимпийская деревня, где живут все спортсмены, где... Можно увидеть вот Бьердалин, он уйдёт, да, просто? Ну да, это тоже, да, увидеть каких-то легенд спорта тоже здорово и приятно. Сфотографироваться с ними на память. По соревнованиям, да. Все друг от друга там всегда волнуются, спрашивают, как результаты, поздравляют. Поддерживают, да? Вот это вот невероятная большая поддержка, да. И выступаешь ты вот одной большой, сплочённой такой огромной командой. Не за себя, а за страну. Скажи, пожалуйста, по стартам Олимпиады в Турине, шестой год, Ванкувер десятый, могло ли быть лучше? По результатам? Да. Мне кажется, могло. С медалями могли мы оказаться, команда, прививку имеется в виду. Чего-чего не хватило? Что пошло не так? Ну, в Ванкувере, мне кажется, мы могли показать более высокое место. Ну, что-то вот не сложилось. Хотя уже на тот момент был и чемпионат Европы. В команде что-то не очень было. Как вот для себя анализируешь, какой сделала вывод? Ну, может быть, эмоционально мы не были готовы, что ли. Может быть, были не настолько сплочённые или где-то там недостаточно коммуникаций. Ну, как бы всё складывается из мелочей, да? Может, уверенности не было в себе, что вот вы можете всё-таки выиграть. Не знаю. Веры в себя. Не знаю. Ну, просто в Ванкувере вот это итоговое девятое место, конечно, вообще, мне кажется, могли... Уже будучи чемпионками Европы. Как там разделилось? Из шестого по девятое, но всё-таки... Да, да, да. Или это провал? Или нет? Ну, честно. Я посмотрел Людмилу Анна Александрова и... Устил, жил, 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 да? Заканчивать карьеру. Ну, конечно, мы туда ехали не за девятое место. Мы тоже от вас ждали медали, да. Ой, ты-то прям ждал, сидел. Я, конечно, все трансляции ночью смотрел. На диване с пивасом. При том, что днём их показывают. Люда, по поводу всё-таки медали олимпийской, ну, ведь хочется же, да, ещё? Мы же знаем, что ты ещё можешь. Нет, я просто в паузе предложил вариант. Ну, конечно, мечта такая у любого спортсмена есть. Нет, найти мужчину, это правильно. Найти мужчину, кириллёнгиста, взять его в пару и составить конкуренцию сейчас с нашим ребятам, которые с бронзой. Есть такая теоретическая вероятность? Да, конечно, есть. Возможно, всё. Сенсация! В нашем эфире сегодня утреннее шоу. Вот составили мы ещё одну пару на Олимпиаду в Пекин. В 22-м году прививка поедет, например, с Гушей Куценко. Почему бы и нет? Замечательный, может быть, тандем, да. Надо сразу начинать тренироваться. Нет, главное найти партнёра. Получится новая дисциплина, у нас уже успехи. Я думаю, что у тебя получится всё, мы в тебя верим. Если есть такая мечта и цель, надо к ней идти и попробовать. Почему бы и нет? Тем более, что ещё раз, возрастного ценза нет. Всё нормально. В любое время поехала, вот, поучаствовала и выиграла Олимпийскую медаль для России. Мы за тебя болеем, да. Вот сегодня у нас был эфир, точнее, было интервью в эфире с Сашей и Настей из Пхенчханга, и там прозвучал такой термин «валючий лёд». Есть такое в Кёрлине? Расскажи нам, что это такое. Всё получается? Это на Олимпиаде они сказали, что валючий лёд? Вот они сегодня дали интервью нам, нашему корреспонденту в Пхенчханге, сказать, что в матч с Норвегией был валючий лёд, всё прям хорошо было. А слово «валить», то есть прям всё туда летело. Да, 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 то есть камень, как правило, идёт по такой дугообразной траектории и в конце немножко подваливает, особенно если он постановочный. На тейке это не так заметно. Вот, и бывает, что лёд валючий, как мы его называем, спортсмены, и камень очень хорошо заваливает, то есть можно спрятаться за защитника, за гарда, и сопернику потом сложно будет его достать. Не очень удобно играть на прямом льду, когда камни совсем не заваливают, и даже дрой-раунд завести невозможно. Именно вот не подваливают, то есть он не может обогнуть гарда и за него спрятаться. Ты крутишь, крутишь, а он всё равно не закручивается, да? Да, но это такой лёд. Как бы, грубо говоря, лёд, как правило, затачивается определённым образом, таким, как бы, можно сказать, вогнутая вовнутрь крыша, да, но это чуть-чуть, там, не сильные углы, но всё равно это влияет на то, чтобы вот они именно за центр заходили. А тебе какой нравился лёд, когда выступал вот на высоком уровне? Ну, всё хорошо в меру, то есть он должен, конечно, подваливать. Хорошим считается лёд, который подваливает в центр с 8 футов. Это сразу ощущаешь, да, с первого броска? Да, сразу видно, конечно. А меняется по ходу? От игры к игре, да, лёд меняется. Раундов. Ещё какие-то вот термины из кёрлинга такие вот интересные есть специфические, которые используются? Не вот прям там гард, скип, а вот такие вот валючие, лёд, плохой голеностоп. Настя, по-моему, в полуфинале сказала, очень интересный такой, да, термин, надо бы занутриться, когда она хотела, чтобы её камень пришёл, опять же, спрятался за гардой, за защитника, и пришёл очень таким центральным, коснувшись центральной линии, которая вдоль дорожки прочерчена. Вот, ну и как бы, ну вот по ходу, знаете, соревнований в игр. Я знаю, занутрица, класс. Ну вот придумывают какие-то такие свои новые словечки и фишечки, да, ну вот когда я играла, например, мы так не говорили, да, занутрица. Но всё равно оно прикольно, да, вот они такое придумали. Ты с партнёршами по команде общаешься? Вы кон-тачите? Да. Расскажи вот сейчас, теперь у нас надежды все на женскую сборную Моисеева и то, что было у нас с отбором, это вообще насколько всё эмоционально, переживальчески, то есть это отбор на Олимпиаду был. В декабре две команды. Представь, вот в одном матче решается твоя судьба, в принципе, да? Ну там был не один матч, а было до четырёх побед. Ну по сути, как бы, одна схватка, вот, да, там разделённая на... Ну там было очень много нюансов, да, команде Анны Сидоровой после чемпионата мира сказали, что точно они поедут, так как они показали высочайший результат за историю российского кёрринга, выиграв серебряные медали на чемпионате мира. Вот. Другая команда этим фактом расстроилась, потому что они, как бы, тоже, да, ждали, когда наступит их час, и у них тоже есть за плечами уже чемпионат Европы, золотая медаль. Команда Моисеевой. Да, и... ну и потом, вот, походу, как-то всё поменялось, да, не очень удачно девочки выступили, да, возможно, больше акцент ставили, может быть, на Олимпиаду, не знаю, почему я... И руководство решило... Мало смотрело игр. Да, и руководство решило сделать отбор прямо накануне соревнований, чтобы определить именно вот на данный момент сильнейшую команду, вот, прямо вот непосредственно накануне. На твой взгляд, это честно? Справедливо? В большинстве стран проводится именно так. Вот так, да? То есть накануне чемпионата, основного старта, устраивается отбор, чтобы определить сильнейшую команду именно вот на данный момент. Ну, представить состояние той же самой Анны Сидоровой очень сложно. То есть это максимально тяжело, мне кажется, да? Уже морально готовилась ехать, да? Пережить такое. Ну, я тоже мечтала об Олимпиаде в Сочи. Я прекрасно понимаю, как это. Это очень тяжело. Вот как это? Но все зависит лично от тебя. Выиграл ты, проиграл, все зависит от тебя, все в твоих руках, и ты должен показывать, доказывать и свое право заслуживать. Как ты переживала в Сочи? Ну, сильно переживала. Слезки кап-кап, да? Конечно. Блин, тяжелый момент. Команда Моисеева и Надежды на Пхенчхан. Как можем выступить? Я очень верю в эту команду. Очень хорошо их знаю, с девочками дружу. С тремя из них я уже второй год играю в одной команде. В Стандартском крае, да? Да. Вот. И ездила их провожать. Давайте! Потому что, ну, мне очень хотелось их поддержать, и особенно сложно, мне кажется, им было, когда они ехали на чемпионат Европы в 16-м году. Вот. Потому что мало кто в них верил. Все знали только одну команду Анны Сидоровой, да, что она сильнейшая у нас, и что вот эти новенькие ничего там не смогут показать. Но девочки доказали, у них все получилось. Также вот осенью они очень успешно выступали на многих рейтинговых турнирах высокого уровня. Несколько из них выиграли. Вот. Я очень надеюсь, что они смогут достойно показать нашу страну на Олимпиаде. Вот. И показать защитие честной страны. Скажи, выиграть обязательно олимпийскую медаль. Медальку, то есть по-другому, по-другому. Мы как бы не расцениваем, да, выступление. Только вот у нас по высшему рангу медаль нужна. Да. И потенциал для этого есть, возможно для этого есть, талант для этого есть, все для этого есть. Да, абсолютно. Чтобы выиграть медаль. Замечательно. Виктория Моисеева, да, сказала, она сейчас потрогает бронзовую награду Анастасии с Александром. Все правильно, так и надо. И, кстати, стартуем мы уже завтра, напомню, в 8.05 Россия и Великобритания. Будем кулаки держать по ходу эфира, в том числе завтра посмотрим, как наши девчонки начнут выступление на Олимпиаде. Команда Виктории Моисеевой. Ждем продолжения банкета на соревнованиях по керлингу. Прервемся буквально на минуту и продолжим разговор с Людмилой Прививковой. Ваши вопросы дождались вы прозвучать совсем скоро. Реклама Сегодня каждый второй автомобиль Ford продается по программе Trade-in. Мы решили узнать почему. Никакой суеты, как в интернете. Приехал к официальному дилеру, машину оценили, сдал и получил выгоду 200 тысяч на новый Ford Explorer. Выгодный Trade-in от Ford. До конца февраля сдайте свой автомобиль дилеру Ford и получите выгоду до 200 тысяч рублей на приобретение нового Ford. Предложения ограничены и действительны для Ford Explorer 2017 года во все комплектации с учетом бонуса за Trade-in. Подробности на сайте Ford.ru не оферта. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно? Сложно! Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским Союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Будь первым. Спорт.фм А сейчас 100% утро. Корлинг – бронзовая медаль нашего микс-дуэта. Старт женской сборной завтра. В гостях у нас двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова. Говорим об этом замечательном и интересном виде спорта, который нам подарил бронзу Олимпиады 2018. Третью нашу медаль на этих зимних играх. Вопрос к Людмиле. Людмила, среди соперниц, прежде всего, ощущается зависть от того, что наши скипы последних лет – это самые красивые женщины в спорте. Людмила Прививкова, Анна Сидорова, теперь Виктория Моисеева. Вот соперницы как-то завистливо смотрят на вас и говорят, какие же в России красивые девчонки. Я не замечала, что в сопернице завистливо смотрят. Комплимент зачитывается? Комплимент сейчас зачитывается, что вы самые красивые у нас? Зачитывается. Женская сборная – это очень непростая история. А вот ты как скип какую-то на себе ответственность за взаимоотношения в коллективе ощущала? Что надо мирить кого-то, надо с кем-то общаться постоянно, как-то собирать всех вместе или нет? Да, есть такое, что в каких-то моментах, если что-то… Кого-то многое сломалось, надо пожалеть. Но это зависит уже от типа человека. Кого-то надо пожалеть, а кого-то надо поругать. А кому-то надо объяснить, почему именно там технически он это не выполнил. Ну, это капитанская обязанность? То есть капитан должен идти навстречу, должен общаться? Мне кажется, больше за коммуникацию в игре отвечает вице-скип. Потому что капитан находится на одной стороне площадки, где он ведет всю тактику и стратегию, куда бросаются камни. А остальные игроки – команда на другой. Вот. И вот эти вот метры между ними связывает именно вице-скип, да, который приходит к скипу обсудить какие-то моменты, который встает четко на время бросков капитана. Такой Д'Артаньян и Атос, получается, да? Ну, больше вот вице-скип. А вне площадочная история, вот вне площадки, в гостинице, в коллективе, от скипа многое зависит? Вот. Вы знаете, не обязательно лидером в команде должен быть капитан, но лидер обязательно в коллективе должен быть. То есть тот, к которому прислушиваются? Да, который может быть там более там деятельный, куда-нибудь сходить, что-нибудь поделать. Вот, лидер, конечно, должен быть. А скипу больше всех от тренеров достается? Ведь если она захочет на кого-нибудь покричать, Андриана, например, то выбирает тебя, потому что ты капитан скип. Вы знаете, не всегда прям все на скипа, да, все шишки летят, зависит от того, чья именно была ключевая ошибка. Возможно, ошибся капитан, возможно, не капитан, а кто-то другой. Может быть, где-то была именно тактическая ошибка, неправильно сыграли и выбрали решение. Тут как бы, ну, зависит, где именно она была, но все равно надо быть единым коллективом и отвечать вместе за совершенные ошибки. Всегда это получалось в твоей карьере? Да. Молодцы. Вопрос, точнее, даже комплимент от Сергея в WhatsApp. Я хочу сказать большое, огромное спасибо Людмиле за то, что вы есть. Благодаря вам и вашей улыбке наша сторона узнала, что такое керлинг. И сегодняшний успех тоже частично благодаря вам. Писал Сергей. Спасибо. Вот, доброе утро. Вопрос Людмиле. Когда смотришь по телевидению, слышно, как в керлинге спортсмены переговариваются. Иногда продумывают на три хода вперед комбинацию. На международных соревнованиях понятно, что их соперник не понимает. А как это происходит у нас в чемпионате России? Как переговариваться-то? Стараетесь шепотом говорить? Спасибо, удачи. Нет, такого нет, потому что есть определенная рутина, которая должна повторяться на всех соревнованиях. И если ты привык обсуждать все броски, то и на российских соревнованиях ты тоже обсуждаешь, что и зачем сделать. То есть нет такого, что нельзя. Да, когда соперник, получается, понимает все. Надо же еще и вспомнить это все равно, да? Не то, что прям ты это говоришь громко-громко. Внимание, я сейчас буду здесь вот туда. А вдруг они сделают вот это? А они ведь будут это делать. А вы будете так делать? А мы специально, да. Плюс еще на Олимпиаде у всех же висят микрофоны, поэтому мы их так хорошо слышим. А на российских соревнованиях микрофонов нет и не всегда слышишь то, что говорится. Антон спрашивает, почему наши кричат свип? Надо же три кричать. Три-три-три будет. Да, да, да. Прямо лёг протёрли. Это же изначально, да, вот крик, который нужно было выучить и кричать именно свип? Ну я кричала, давай-давай. Давай-давай. Еще-еще. Еще-еще. Русские-русские нормальные слова, да? Ну, кто-то чего. Зачем нам? Людмила, привет вам от выпускника Мати. Скажите, мог ли вчера Крушельницко рискнуть и выбить камень Швейцарии? Чисто технически выполнить этот бросок реально было? Вы знаете, риск должен быть оправдан, и в Кёрниге это очень важно. Где-то ты можешь позволить себе рискнуть, а где-то лучше этого не делать. Все зависит от игры, от энда определенного, счета. Вот, и в последнем энде ключевого полуфинала я не думаю, что надо было прям настолько рисковать. Все было правильно выбрано решение. Единственное, может быть, они поторопились и недостаточно обсудили, потому что я читала в интервью, что Василий Николаевич Гудин, тренер вот этой нашей смешанной пары, сказал, что почему-то они рассчитывали на упор. Да, действительно, на упор там рассчитывать не надо было, надо именно вести было постановочный бросок. Вот, кстати, написал Захар, болящий ЦСКА, что не будь они семейной парой, думаю, партнер больше бы думал не об игре, а о красоте Насти. Поэтому это тоже плюс в том, что они вместе. Вместе. Олег спрашивает, можно ли в России зарабатывать, играя в керлинг? Такая пауза. Наверное, нет. Наверное, нет, к сожалению. Руслан спрашивает. Сплошной энтузиазм. Руслан спрашивает, на данный момент школа в текстильщиках «Москвич» открыта? Да, конечно, да. То есть продолжает функционировать? Да, там построили в прошлом году специальный лед для керлинга открылся. То есть уже не на фигурном льду и хоккейном, специальный для керлинга. Все серьезно, да. Отлично. Здорово. Под школу развивается. Иван из Москвы спрашивает, какой бросок в керлинге самый сложный и почему? Вот для тебя. Что не нравилось? Самый сложный и почему? Вообще считается, что такой очень сложный бросок — это гард, когда нужно поставить защитнику к определенному камню. Потому что там важна линия, чтобы он совсем не торчал, именно его закрыл. Что касается других каких-то бросков, там про моушен, рейс, когда надо подтолкнуть что-то, там нужно ориентироваться просто на то, что нужно попасть в лоб камня. То есть это простой хиттен стей. Когда все разлетается, сильно-сильно по прямой, чтобы все разлетелось. Так называется? По-моему, по-другому. В лобешник прям тебе. Рома пишет, блин, сегодня ни одного моего сообщения не прочел. Вот сейчас не скажешь, что Людочка самая красивая и умная блондинка. Получишь, блин, в лоб. Вот прочел, поэтому все нормально. Да, Эм. Говорили вы о том, что на Олимпийских играх это еще такое мероприятие, где можно сфотографироваться с именитыми спортсменами из других видов спорта. Вот с кем у вас есть фотографии, которые вот распечатали, повесили, может быть? С Олимпиады в Турино, да, это была моя первая Олимпиада, она у меня более запоминающаяся получилась. Ну, я думаю, что с тем, что она была первая, конечно. После той я печатала фотографии, после Ванкувера уже мало. Ну, все это перешло как-то в цифру, да, хранение на дисках. Вот, фотографировались мы, я помню, с нашими фигуристами известными. С хоккеистами известными. С хоккеистами. Нет, не было такого. С Яшиным, по-моему, я фотографирую. Я помню с фигуристом, потому что я очень любила смотреть фигурное катание. Вот, поэтому мне, конечно, хотелось с ними сфотографироваться. И получилось. Скажи, пожалуйста, что для тебя самое любимое и самое нелюбимое в керлинге? Керлинг, именно. За что ты любишь этот вид спорта, за что не любишь? Я люблю этот вид спорта за то, что он очень интересный и увлекательный. И за то, что он командный. Это очень здорово выступать в команде. Быть частью команды, да? Быть частью команды, чувствовать вот эту поддержку. Это очень, на самом деле, здорово, что я не люблю. Ну, поражения, травмы. Ну, поражения, они в любой сфере и в любом виде спорта встречаются, да? Не ошибаются, кто ничего не делает. Инкуриенция нечистоплотная, может быть. Подковерные игры. Вот, кстати, в керлинге очень здорово, что существует дух керлинга, что нельзя там обманывать, касаться камней. Такое поведение, да? Да, джентльменская игра, касаться камня щеткой. А, вот видишь, важный момент еще какой-то. Что ты должен признаться, если вдруг ты задел. Класс. Вот, это очень... А было такое в твоей практике? Необычно. Когда признавали, что мы вот этот камешек подергали чужой. Да, да, да. И так принято, что, ну, обязательно, если такое случилось, говоришь капитану соперника, и она уже решает, оставим мы этот камень или нет. То есть она же, как правило, когда совершается бросок, соперник всегда смотрит тоже линию, как он идет. И если он видел, что явно какое-то смещение было, то, конечно, да. А если это было так незначительно, и деликоснулось... Блин, какой же интересный вид спорта керлинг. Люда, пожалуйста, в окончании эфира все-таки несколько сейчас слов привет для команды твоих подруг, для команды Моисеевой туда, в Южную Корею. Я хочу девочкам пожелать большой удачи. Пусть они заразятся вот этой эмоциональной радостью от Саши с Настей, да, потрогают эти медальки. Вот, хочу, чтобы они были уверены в себе. Мы все за них, мы все за них болеем и переживаем, смотрим, ночами не спим. Пусть они в себя верят и показывают то, что они умеют хорошо делать. Спасибо большое, у нас в гостях сегодня была Людмила Прививкова. Мы переживаем за наших спортсменов, за всех, за керлинг. В частности, завтра команда Моисеевой стартует, а у нас первая бронза в истории в этом виде спорта. Люд, это в том числе и твоя тоже награда. Спасибо. Спасибо тебе большое, да. Было очень приятно общаться, всем спасибо, с вами сегодня были Роман Вагин, Александр Боярский и Эм Гаджиева. Сто процентов, услышимся с вами завтра утром, ну а сейчас не переключайтесь, спорт и все остальное впереди. Пока-пока. Спорт сегодня.